Друзья мои, у нас выходит Рой. Только я, кстати, не пойму, то ли выходит у нас, то ли он прилетел к нам. Вот. Идите сюда. Да иди сюда. Не бойтесь, идите сюда. Вы такого никогда не видели, да? Слушай, это походу Рой пришел и подселяется в пустой мой улей. Да. Да, видите, заползает. Да, то есть это чужой Рой прилетел и решил заселиться в один из моих улей. Видишь? Ну что, Дима, как тебе ощущения на фоне пчел? Здравствуйте. Ну как сказать? Они добрые, наверное. Они очень добрые. Они не убивают. Просто погладят меня. Конечно. Смотри, вокруг тебя кругом пчелы. Ну согласись, так немножко страшно. Немножко страшно. Последний раз я ездил на колонку с водой, а там мужика пчелы были. Ага. Меня так пчелы покусали. Воды не дали. Да. Воды набрал. Нормально. Нормально, да? Ну вот я все-таки не люблю пчеловодов, потому что вот, ну, общественное место, а у него там пчелы рядом. Ну это же нормально. Так а если добрые пчелы? А у него злые были. Злых нельзя. Мы разводим только добрых. Вот это удивительно, что они пока меня не кусают. Посмотри. Видишь, смотри, пчелы заходят в улей. То есть они прилетели, им понравился наш улей. Вот в этом правом, видишь, это наши пчелы местные. А туда прилетел рой, и он, видишь, заходит внутрь. Все облепил. Да. Им понравился наш улей, он был пустой. Они туда заходят. Расскажите о начинающих, как матку отличить? Она большого размера? Она большая, но сейчас ты ее не найдешь. Когда они поселятся внутрь, да, можно... Блин, мне пчела прилетит за пазуху. Жаль, жаль. Так бы я посмотрел. Так что вот, друзья, у нас Дмитрий Тактикл канал, Тактикл плюс точнее, находится в гостях. И он так рад, что смог посмотреть, как заходят трое пчел. Я аж все пуговки застегнул. Дим, кстати, а если крышку люка, полу, улей открыть, не быстрее ли у вас? Не надо. Пусть они заходят, как надо. Да. Они привыкли в природе так заходить. Дмитрий, расскажи для начинающих, нужно ли какие-то приманки для них раскладывать? Или просто, чтобы хорошее было дупло? Хорошее... Это всегда хорошее. Я в этом ничего не понимаю. Просто я ничего не понимаю. Ну, интересно же знать. Слушай, Димон, дело в том, что главное... Тут, видишь, люди пьяные, не обращая их внимания. Главное, чтобы было место, где раньше жили пчелы. То есть туда надо поставить рамки, которые... Пчелиные рамки, в которых уже выводились пчелы раньше, так называемая сушь. Пахнет от них, да, пчелами? Да. От пчел пахнет пчелами, это реально. Вот тут люди смелые, тут залазят к пчелам. Ну нафиг. А у тебя есть костюм противопчелный? Пчеловодческий, да. Да, они и сейчас залазят внутрь. Слушай, ну вообще... Видать, туда матка уже залетела, вот они туда ели. А вот этот вот действующий, да? Этот действующий, а вот они чужие, короче. Вот смотрите, как сейчас человека будут жрать пчел, он будет орать. Это весело на самом деле. Такой, знаешь, последний такой... Эй, звук этот... Пинок. Димон, а вот... Что вот нужно сделать, чтобы от тебя пчелы не улетели? Кормить их хорошо, да? Слушай, не, ну там противороевые мероприятия очень долго рассказывают. Дима, пчел очень не любят алкоголь. Да, кстати. А, ты ж не пил, ты за рулем. А, ты пошел сразу... Слушай, давай за одну минуту расскажи, что нужно сделать, чтобы к тебе прилетели чужие пчелы и не улетели твои. Слушай, понятие чужие... Если они улетели, они уже не чужие, они уже сами по себе. Вот, поэтому нельзя сказать, что они чужие. Чтобы поймать пчел, нужно поставить ловушку, или в данном случае у насули, в котором находятся рамки, в которых уже выводились пчелы. Ну, то есть рамки с сушью. Свощины, да? Ну, не свощины, с сушью. Вощина это искусственная, как бы, пластинка. По поводу вот этих сот. И они же продаются искусственные, да, вот эти смастеряные пчелы? Ну, вощина продается искусственная, а потом пчелы на них сами настраивают уже соты. То есть продается просто гладкая штука, да? Ну, она такая немножко рифленая. Восковая, восково-парафиновая пластинка. А так вот, чтобы они сами вот это вот соты делают? Могут. Просто ты им уменьшаешь количество их работы, и тем лучше они будут заниматься тем, что они будут тебе таскать мед, чем будут строить эту перегородку. Плюс перегородочка, она с аккуратными уже... Ну, ячейками, что они четко, красиво настроены. Так они не могут нахреначить криво-косо. И потом будет неудобно откачивать, забирать. Ну, там же, если сами строят, то есть натуральный воск получается, да? Слушай, вощина, то, что продается, она... Вощина, она там смесь. Парафин и воск. Но ты воск же не употребляешь. Тебе он нужен просто как... Ты им даешь статкану. Как жилье. В чем прикол, что они так копошатся на углу улей? Они изучают место? Нет, они прилетели, привились. Туда сейчас внутрь зашла матка, и они за ней заползают внутрь. Ну, они, скажем так, они нашли новую местность и теперь пытаются в нее... На углу сто штук сидит сразу. Чего они на углу улей? Там не сто, там больше, там тысячи. Так, ну что, Дима, сними меня. Так, вот. Сели просто сейчас. Идет запись? Да, идет, да? Ага. Просто думают, что в подхоле... Друзья мои, вы видите, как вот удивительно происходит. Пришел к нам рой пчел. Буквально вот сейчас на глазах. Мы тут друзьями отдыхаем. Давайте откроем его нижний литок еще. Вот. Это старый улик, который пустой, в котором рамки стоят пчеловодческие. Я думал туда подселять рой. У меня батя поймал еще один рой на даче. Я думал подселять туда рой. Ну вот, прилетели пчелы. Причем рой пчел очень мощный. Пчел очень много. Вы видите, что пчелы... Вот посмотрите, сколько их тут привилось. Достаточно нормально реагировать на то, что я тут с ними рядом сижу и, в общем-то, как бы мешаю им жить. Вполне нормально относятся. Не жалят ничего. Вот. Друзей заодно привел, показал. Им тоже интересно, что такое настоящий рой пчел, который пришел к нам. Ну, замечательно. У нас сейчас середина июля... Или какое сегодня число? 29-е где-то. 29-е июля, да. Уже скоро август. Ну, нормально. За месяц они там обустроятся. Мы дадим им еще сиропа в зиму. И нормально они перезимуют. На следующий год будет нормальная пчелосемья. Друзья мои, вот мой товарищ Александр пришел с армии. И вот пришел ко мне в гости. Посмотрите. Вот он фотограф профессиональный. Он с таким восхищением, с такой радостью увидел этих пчел, которые к нам прилетели. Я его прекрасно понимаю. Посмотрите, тут несколько тысяч пчел. Вот. Они вот вокруг него льются. Льются. У меня одна в затылок села. Ну, ничего. Они по мне ползают просто. Ползают, ползают. А тебе что, жалко, что ли? Да нет. Вот. Страшно. Ну, страшно. Ну, что ж теперь. Ты как настоящий фотограф должен преодолевать страх. А я пойду, наверное. Вообще классно. Да, классные, красавчики такие. По мне тоже они ползают. Сегодня просто день открытых. День открытых деревьев пчел. Шикарно. Нет, для него день открытых. День открытых для меня. Я впервые на мотоцикле покатал. Ну, видишь, как классно. Он видел, как выходит, выходит. Заходит. Заходит. Красавцы мои.